Говорят, мол, Фурион, Трейсер, очень неприятно, лучше мы уберем, как мы видим, это как раз новая мета, та дабл-линия, не то что дабл-линия, а те два героя, которые вместе в связке работают, они не обязаны стоять на одной линии, но вот этот отхил от Мунфайеров как раз, мол, Фуриона, в Трейсер очень-очень хорошо заходит. Кого банить Даймонд Скин? Видимо, Утро, кстати, Утро нас зачастил на ферстпиках, я не знаю почему, но зачастил, и танкопикать. Здесь очень важно замечать особенности и тонкости драфтов двух регионов, чтобы они забирали в себя лучшее, это очень-очень хорошие моменты. Здесь Хроми все-таки убирает Даймонд Скин, но мне кажется, что в принципе Ханза против Артаса Гулдана неплохо смотрится, плюс он достаточно мобильный, но мы видели, что здесь на таких картах, как Драконий край и Гробница Крылевых Пауков, например, тем Дигнитос любила давать ничью Красавчику, и он очень хорошо для них заходил. И так приятно Красавчиком он играл, очень приятно. Вот этот дабл-лию ставишь под себя и на полкарты, до свидания, до свидания. И на 13 уровне моментально перемещался. Все-таки Ханза забирают против Артаса, очень много минус армора он делает, и не боятся Игорь Дехаку. Опасно, это же Малтаэль, нет? Ну прям, ну, Утер, Греймон, Дехак и еще один танк, и не боятся Малтаэля вообще. Видимо, не верят, что Малфурион его запротектит. Ну смотри, для того, чтобы взять Малтаэля, нужно отправить Артаса, в первую очередь, как мейн-танком быть, а он будет страдать от Греймона и Ханза, от этого урона, который они будут давать. А если Малт-Тироэль, ну прям совсем сыграем милишно, плохо? Ну, Тироэль мне очень нравится, на самом деле, но не забывай, что Тироэль еще не тот, который у нас на лайв-серверах. Это очень важный пункт. Тироэль старый, он не даст 145 муф-спида из возможных, наконец-то, 30-ти, поэтому здесь очень важно не забывать эти тонкости, потому что турнирный патч немножечко отличается. Вряд ли здесь будет Тироэль, хотя он может неплохо зайти. Очень много над Тралом играли Даймонд-Скин, мне кажется, они могут против этого драфта его взять, но здесь будет просто Танк и Пальстад. Пальстады все-таки взяли с Даймонд-Скин, идут по стопам трикидов, которые играют сейфово, потом в лейтгейме, чтобы не страдать на этой карте от того, что у врагов есть глобала, а у вас нет. Это очень важный пункт. Но Пальстад может каждый раз страдать, если он немножечко, капельку по позиции ошибется, прям... Ну, ты знаешь, да, как быстро Пальстада могут убивать? Очень. Да, Пальстада могут очень быстро, потому что если он поймает язык Дхаки, и там будет любой другой герой, он уже мертв. Но здесь все будет зависеть от того, как сыграют Артас против Дхаки, хорошая линия. В ротации они, ну, более-менее сильны, Мулфреон очень хорош как раз на ранних левелах, Гулдан хорошо распушивает, а на Брак может стоять в кустах. Но на Лос-Пике для Тим Дигнитас я на самом деле вижу Мурадина, и он очень хорошо для них заходит. То есть, кого они еще могут взять? Они могут рискнуть и взять ETC. Мурадин, Диабло, Мурадин все-таки, видишь, как я и говорил. И здесь очень агрессивный драфт. Одна ошибка в позиционке, и любой герой после седьмого левела умрет от Тим Дигнитас. Потому что у Мурадина будет доп. урон на седьмом левеле, у Ханза будет минус армор на седьмом уровне, и так далее. То есть, это будет слишком большое давление на танка. То есть, даже танк, если будет ловить стан, и моментально ему Клинс не нажмет Малфурион, если он будет к тому левелу, тоже седьмой, это важно. Знаешь, не только десятый в девятый важный пункт по талантам, но и седьмой в шестой, может быть. Потому что нету тех талантов, которые сильно увеличивают способность. Поэтому на седьмом здесь очень сильно раскрывается пик Дигнитас. Хорошо, по процентным. Сколько бы ты поставил на один или второй коллектив? Вот, не видя лейблы. Не видя лейблы, я бы поставил где-нибудь 60 на 40, наверное, или даже 65 на 35 в сторону Тим Дигнитас. Потому что мне очень нравится комбинация Ханза с большим количеством урона. Плюс у них есть глобал в виде Дхаки. А как мы видим, файты сейчас долго не идут, и поэтому утра им хватит как саппорт. Но, видя лейблы, и зная, как реализовывают свой урон Тим Дигнитас, я очень сильно переживаю за Даймонд Скин, потому что они не будут прощать ни одной ошибки. Мурадин, Утор, Дхака это контроль, и Грейман Ханза это бешеное количество урона. Ну, как раз сейчас это увидим, а комментировать для вас будет Виктор Луфи и Сергей Борг, и вам слово, господа. Спасибо, Андрей. Что ж, друзья, коллектив Дигнитас на ваших экранах с ничью у нас будет играть на Ханзо, Пойл, Кседагриф, Джейпиэл, Мурадин, Зайлия, Утор и Вуби будет играть Дхакой. Справа со стороны разместились ребята из Даймонд Скин, Дарк Мок на Фальстаде, Роботопа будет играть на Набараке, Вольф Джоэ, на Малфрионе, Нанде, на Артасе, и, конечно же, Мек будет играть на Гулдане. Бестаффа в серии, ассет у нас первый, Драконий Край, счет пока что 0-0, все команды отправляются на центр, и Дхаку находит, Дхаку не смог подцепить никого на язык и обиженно отошел подальше. А это вспоминается сразу тот момент, как у Фнатиков, да, Фальстад прилетел сразу под Дхаку на язык, это была самая первая кровь, наверное, из всех, которых я когда-либо видел. Ну, сейчас все более-менее размеренно, ребята щупают друг друга на прочность, кто на что гораст. Гулдан, кстати, идет именно через Порчу, будет стакать свое проклятие. Подзавели Джей Пиелла, смог он выпрыгнуть, в корнях не застрял, по талантам, да, у нас он у Барака собирает сферки, Фалстад, опытный охотник. Малфурион берет лунный ожог, улучшает, Тартус берет блоки, там у нас книжка на Ударе, будет дальность кью, возможно, даже и Шок Небес, далее появятся Ханзо в автоатаке. Здесь ждем мы, скорее всего, метку на седьмом, поэтому берутся в автоатаке, чтобы побыстрее их наешься, побольше, побольше, побольше меток и так далее. Ну и здесь у ребят Майндгеймс. Они просто заняли разные кусты и оба стоят. Хорошо смотрелись. Да, сейчас, правда, надо будет проявлять в скором времени активность, потому что меньше 20 секунд остается до святилищ, которым захватывают, заряжают дракона. Здесь его в обе проблемы, надо ему как-то уходить. Подцепил Фальстада, подтягивает его под пушки, но этого недостаточно, и даже крипы отважные маленькие крипунцы, которые подошли на помощь Дхаке, не помогли. Первая кровь, в копилочку Даймонд Скин, отлично сработали ребята из красной команды на топе. Здесь, кстати, изи, прям заваривается. А Роботоба погибает у нас. Наспорили Дингтас очень хорошо у них это получилось. Как-то не смело Даймонд Скин защищали этого и ту изюю, то ли то берут, то не берут, в итоге вышли из точки. Роботоба говорит, да ладно, потанчу, и закончился довольно быстро. Ну, хорошо, вот наличие фасада позволяет, на самом деле, арт чувствуется более-менее спокойно. Видели мы уже, что Губи умер один раз, может такое случиться, и не один раз будут его приходить, гангс, поэтому ему нужно будет гораздо аккуратнее. Да, Глобал это всегда хорошо подцепил Вови Артаса, но здесь Мурадин теперь на этот раз помогает Дхаки, однако это не фальстад, это недостаток урона, ну вот так подошел этот урон в виде седогрива, однако Артаса так легко не пробить. Спрятался Нанде за заборчиком, а Дракон пока что заряжается именно для синей команды. Ну и даймонд скин пошли вниз, отжимать этот самый шрайн, потому что понимаешь, что к Артасу идти далеко, Артаса там четверо, так что он лучше всего сделать снизу, это безопаснее, снизу здесь один. Просто закидывает кюшечки, чистит крипов, он особо вылазить не пытается, дает вижен себе, чтобы понимать, где находится оппонент, насколько сильно он может выйти. Ну а JPL подошел помогать сейчас Дхаки, на случай, если Нанде вдруг выйдет слишком далеко. Седогрив тем временем на хардкэмпе отлично себя чувствует, в одиночку его забирает без какой-либо посторонней помощи. Единственное, что вот даймонд скин, они в большинстве сейчас на нижнем лайне святилища заберут себе, а если учесть, что это Гулдан, который очень хорошо чистит линии, толкает крипов, то там могут уже начать страдать товара. Паук забирает себе хардкэмп, Даркмок пытался забрать дракона, но JPL не дал, говорит нет, и просто закинул стан. В затылок и так прилетел молоток, польстан, и действительно не получилось, то сразу же передумал, как-то пыл свой охладил и отошел немножечко поодаль от этого самого дракона. Тем временем на топе захватили себе святилища ребята из Дигнитаз, но на боте вот доминирует по-прежнему даймонд скин. У них есть Седогриф, используют они его по максимуму, уходит, он собирает кэмпы, собрал сейчас харду, в то время как у даймонд скин некому этим заниматься, да и в принципе не особо они хотят, так как сейчас под вопросом дракона на топе, потому что у нас Седогриф вместе с Дхакой уже атакует Артаса. Там Фалстат, там Урадин подходит, Артас, Артас страдает, за ним пошли дальше, застанили, бьет Седогриф и не спасает. На уровне замедления автоатак, минус Артас и возможно это кстати будет дракон, потому что уже целый уровень вышли вперед Дигнитаз. Действительно плюс талант у синего коллектива, мне понравилось как Фалстат не означает, ой-ой-ой, здесь там Алфариона подцепили, еще и минус мал, в Дигнитаз выходит вперед по килам, еще 3-1, сейчас скорее всего они будут забирать дракона. Так вот в тот момент, когда неистово разрывали просто на мелкие кусочки Артаса, Фальстат тихонечко стоял, пулял в крипов, говорит извини дружище, я тебе ничем не помогу. И было видно, как вот хочет помочь Фальстат своему тиммейту, но не может. В итоге впереди Дигнитаз, дракон первый у них и они идут скрывать как минимум заборчики, хотя у них есть все шансы и не только заборы поломать, но еще и добраться до фортов. А может еще и пару кабин поломают на самом деле, потому что 9 на 7 по level-ам и если будут сильно агрессировать сейчас Даймонд скинут, то они могут за это поплатиться. Нельзя вылазить очень далеко, так как десятки близко для Дигнитаз, там случайно упадет где-то лишняя вышка, случайно умрет какой-то из ваших тиммейтов, вот и 10 уровней, и вы уже все едете в таверну отдыхать с пятером, поэтому быть очень аккуратным. Вот, кстати, остановился на четвертом уровне именно на щитах от грамма отвода, не стал он брать. Отхязано на грустан, будет пробовать так переживать. Ну, всегда гриф просто напрягивает, дает тебе по лицу и уже пол хп нет, ты там автоатаками быстро выхилиться не успеешь, поэтому, наверное, решил, что сжал молнию там, оп, по процентикам, что-то, какой-то щит капает и уже неплохо. В принципе, план правильный. Уверенные полтора уровня разницы. Впереди Дигнитаз, героические способности, это стан стрела от Ханза, изоляция от Дхаки, аватара Мурадина, баба Уутера и хватай за горло от Седогрива. Что, заберу же себе даймонд скин, мы узнаем только через уровень. Поэтому они уходят, в принципе, как можно ближе к своим строениям, Артас вообще поджался там с другой стороны того самого моста, просто ждет под воротами, чтобы никто вдруг не вышел, не убил. Ну а Дигнитаз пушат, естественно, реализуют свой десятый уровень, понимают, что они в преимуществе, и его нужно как-то наращивать. Вот он, минус порт. На топе сейчас пойдут, скорее всего, на центре сломают, может даже еще по дороге, а на бараках он не получится забрать. Даймонд скин понимает, что на топе вся команда Дигнитаз и пробует хоть где-то урвать какой-то кусочек пушек, кусочек опыта, и это Артемп на нижней линии. По нижней линии неплохо запустить Артемп под щитом магическим, потом пойти и как минимум вскрыть заборчик. Почему бы и нет, есть такая возможность, но для этого надо сначала найти где-то героические способности. Еще немного опыта осталось, буквально по двум линиям собрать крипов, и уже будут ультимативные способности и у Даймонд скин. Да, получается, Дигнитаз не смогли по максимуму, знаешь, как-то реализовать, еще там пару киллов каких-то оформить, сказали, еще одного дракона потом забирать, но нет. Десятки есть у Даймонд скин, есть Сайленс, есть Сдувка, Кокон, Фир и Армия Блэкс. У них максимально стандартные героические способности у Даймонд скин, то есть все проверенное временем, все рабочее, контроль, сустейн, это шикарно. Особенно такие героические способности, как Сайленс Молфуриона, Фир Гулдана, вообще на какую ни посмотри, все решают. Все могут внести свою лепту в фай, чуть ли его не перевернуть, поэтому осталось грамотно эти самые способности использовать. Ну, на самом деле, да, там может произойти, знаешь, что эти знакомые СНГ-выдувы Фолстада, которые задают куанн спину, дует всех в Молфуриона, Молфуриона нажимает Сайленс и бахается вся команда. То есть можно пробовать такие какие-то штуки проворачивать, а после этого еще эфиром находиться очень приятно будет. То есть, в принципе, есть очень много комбинаций у Даймонд скинга, снича поджали, роботабастан второй, и рядом из Эли, Зелия выхилит, все, не получится. Нас ничь особо не переживал в виде того, что начеку Утер, его команда, если что, подхилит, восстановит, не критично. А вот критично то, что 13 уровень сейчас будет у Дигнитас, и критично это Далия Даймонд скин, потому что отставание на талант во время механики, это крайне неприятно. Артас подходит, чтобы кого-то зацепить. Ну, поставили в кокон утра, пробовали зацепить снича, но тот упрыгал по-быстрому через свои кульбиты, дают корни под Утера. Вот разостревает, но там Сталинс, Хоро, Стан, точнее, хороший очень по Гул'дану, дает Сталинс, Малфурион, чтобы пытаться выжить этот Гул'дан, Гул'дан дает Фьера, отпрыгивает у нас JPL чуть в сторону, сничь тоже убежал в сторону из Афира, снича поджали, бежали, за ним дальше надо, там дают. Баблган за минус Малфурион, Гул'дан пытается как-то откидываться, но и толком нету маны, нету хп, чтобы эту ману пополнить, у Артаса нету хп, тоже минус 2 у коллектива Даймонд скин, они вынуждены отступать, потому что вроде как проявляли агрессию, но заигрались, все-таки 2 уровня разницы, и при этом, при всем, по топу, Уфири нашла Хордай, сейчас уже начинают вскрывать забор к тир-2 фарту. Тем Дигнитос, тем временем зарядили дракона, и вообще без каких-либо помех в обе садиться в механику. Да, там просто на самом деле все красиво сделали Дигнитос, они бросили уже по сути на производство судьбы этого снича, и сами вгрызлись в Гул'дана, Гул'дан нужно было убегать, не наносить урона, отдать свой Фирс, благодаря Фиру немножко дольше прожил, а с личным временем выжил, ему дали бабл просто на последний, и все хорошо. В итоге это Дигнитос для ребят из стим Дигнитос, это там немножко с тушью на топу, минус все-то 1, у них плюс 2 уровня с лишними, они идут ломать уже до 2 ворота. И флай так себя очень-очень уверенно чувствую, Дигнитос 5-1 счет по киллам, то есть хорошо давит по всем фронтам, где можно преуспеть, везде Дигнитос на этой карте преуспели. Ну, даймонд скин вынужден отбиваться как-то от дракона, как минимум СК-13 уровень, чтобы выровняться под талантом, а там, кстати, не за горами, 16 для синего-то коллектива. Да, на самом деле тут будет такое ощущение, что 16 в 13 у нас положение, вот там что-то упало, очень хорошее строение, какая-то вышка, наверное, кто-то сразу так капнул до 15 уровня для Дигнитос. Ну, в принципе, они могут попробовать насесть на ворота, может поломать, попробовать подсиджить этот форт как-то, пока Дхаксок, и топ выйти в 16 форт сломать. Вот, кстати, играет в флкбилд. Интересно, дополнительная, опять же, возможность в плане дайва кого-то добивать, обижать. Это все мы еще в прошлом году наблюдали часто на каких-то азиатских регионах подобного рода аутеров. Ну, и вот сейчас здесь, на Европе, тоже не редкость. Периодически берется волна света, но сейчас Дигнитос решили остановиться именно на кью-утере. На самом деле, очень удобный первый талант, если так посмотреть, без него, когда играешь, его так не хватает, потому что там дальность становится гораздо интереснее. Ты знаешь, там какой-то давящий мурадин, который от тебя улетел, ты достаешь до него хиллом, и, в принципе, китайцы брали эти таланты все вместе с Иллиданом. И я понял, почему, потому что Иллидан, ты же знаешь, он такой, о, попу, он уже в двух экранах от тебя, и ты такой, погоди, стой, эх, хил-то у меня, и ты должен за ним побежать пытаться. И в этом плане дали с кюшки очень часто спасал Иллидана. Ну, в данной ситуации здесь тоже есть подобного рода герои, мурадин, седогриф тот же самый, как мы любим наблюдать за подобного рода седогрифами, которые врываются прям безумно, гонятся за кем-нибудь почти мертвым, хватая за горло, надо же как-то применить, реализовать. И в итоге этот мертвый через полкарты убегает, там, еле-еле до него седогриф тот дотягивается, потому что понимает, что в окружении врагов остался один, и хоть Утер, Утер сдалека там кричит, сейчас я тебе помогу, и давай его взлечить как-то своими кьюшками. Тоже полезно, действительно хорошо. Два уровня разницы, тем временем, пока мы здесь рассуждали про Утер, а Тир-2 форт разрушен на нижней линии у коллектива Даймонд Скин, Фолькстад пытается что-то организовать здесь на топе. Опять же, это дополнительный опыт он собирает, это хоть какой-то пуш, потому что по-прежнему, несмотря вот на 12-ю минуту, считай, несмотря на то, что у Даймонд Скина стало всего два форта, Team Dignitas сохранили все свои форты на первой линии. Ну, на самом деле, да, там они просто зашли, и 16-м уровнем выдавили этот фор, Даймонд Скин ничего не могли делать, Фолькстад пытался вытащить хоть какой-то экспириенс на топе, и сейчас делают какой-то своеобразный трап Даймонд Скин, пробуют встретить какого-то героя. На самом деле, при счете 5-1 на минус 3 уровнях, 1 килл, это будет 1 левел почти для команды. Находят JPL, но JPL не тот таргет, который им нужен, в итоге Нанды, по сути, и встрял, у него плюс 20 брони, замедляет его JPL, но... Стрела! Вальста, тем не менее, сразу же у него идет очищение, войска мертвых от Артаса на барак, цепляет, хорошо, Ханзу Фир, великолепный в исполнении, просто Гулдана, и теперь нету, просто Муратино. Размен, пока что счет 4-4, кончается Гули у Артаса, лучше, наверное, отойти, не рисковать. Team Dignitas восстановлена, более-менее запас здоровья может позволить им подраться, однако рисковать не стоит. Два уровня разницы, и они могут легко потерять это преимущество. У них нет танка главного, все-таки ДХК не сможет так потанчить хорошо, как это делал то же самое Мурадин, Вуби попытался выйти, но и все, сделал язык, отбегает. Ровно один левел получили, Даймон Скин, у них было, вот я прям на полоску смотрел, полоска даже не сдвинулась, просто 14, стало 15, то есть для Даймон Скин данный размен крайне выгоден был, они просто по... Они полутали левел только что с этого Мурадина, и да, потеряли его на барак, а то черт на бараках. Ну проблема в том, что они потеряли механику, и очередной дракон для Team Dignitas... Зато 16-й есть. То уже третий получается, до 16-й догнали, но а что здесь защищать, здесь нету забора, здесь голый форт стоит, при том то, что Нид уже... Низ разрушен, там идут катапульты, Dignitas, ну вы должны максимально сейчас этого дракона реализовывать. Ну на самом деле, просто так бы сейчас у них было ровно 15, и еще один левел до 16-го, они бы точно теряли мид, а так они могут подэффить мид, то есть в целом очень хорошо подрались, выиграли для себя какое-то время, может даже смогут отдэффить от мид, в уби там все пытается на язык кого-нибудь поймать, но пока не удается, дракон не поставляется. Плей на ДК уже нету, если что. Критичность этой ситуации заключается в том, что мало того, что по низу идут катапульты, так сверху еще и хардхэм, на центре давит дракон, и вся команда Team Dignitas. Даймонд скин вынуждена разрываться, да, у них есть 16 уровень, пытаются что-то полкать, дамажить как-то JPL, а дракон почти разрушен, кстати, всего 15%, они так уж и много подцепили, у него нету половины хп, сразу же незыблемость, да, сразу же войско мертвых, более-менее Артас живет. Но фальстат умирает! А как он умер, я что-то особо не заметил, фир пошел здесь хороший, мурадин отзонивал, но всегда гриф под баблом, побежал за Нандэ, перекатывается назад, пинком добил ДК фальстат. Я так подозреваю, что там в убийстве рядом был, то значит, он его поймал на язык, продамажили и пнули, все. Минус фальстат, а это минус форо, что ли? Ну да, подводят каталки по низу. Фальстат довольно хрупкий герой, здесь, да, здесь ему немного, немного ошибиться в плане позиционирования, и все сразу же отправляется в Нексусу. Поагрессирует, а тем дегнитос, да, они намерены идти в хоро, потому что по нижней линии собралось уже три катапульты, пытается как-то гулдан это все отбить. Бляну Барака, станлов у него неплохой, почти умирает, мурадин, прыгая следом, промазал молотком, но тем не менее они добили, а на Барака, хора падает, уже нету щитов, по центру тоже уже начинают идти катапульты. Даркмок попытался что-то сдувкой от зоны, если у него это получилось, за счет чего они убивают мурадина. Но скоро 20 уровень. Смогли, смогли убить мурадина, выиграли себе еще немножечко опыта, я, кстати, после того, как я увидел, как умер Ану Барак, я понял, как умер Фолстад, скорее всего, то же самое было. Язык, стан, и прыгнулся до гриб, все, и до свидания. Как-то так это было, скорее всего, поэтому и не заметил. Вот он был, а вот он не стал. Есть станок композиция, у Тим Дегнитос они не стесняются этим пользоваться, ее реализовывать, время от времени получается даже забрать танков, бойцов, Ану Барак, то же самое, Артас пару раз подставлялся. Но Артаса вытягивал Малфорион, плюс у него есть незыблемость льда, гули, да и Койл в себя можно всегда запустить, более-менее восстановиться. Тем не менее, счет по киллам 8-3 в пользу Дегнитос остался всего один. И тот покосанный форт у ребят из Даймонд Скин на верхней линии. Кура тоже далеко не целая. Забираю тут Изи Кэмп, Даймонд Скин не отжали Дигнитос, у них нет Мурадина, некому заходить и впитывать урон, поэтому, скорее всего, Даймонд Скин сейчас заберут снизу, поддефят, потом пойдут, заберут свой Хард Кэмп, чтобы чуть-чуть там как-то дефился топ сам по себе. Ну и надо выходить, пытаться 20. Да, с 20 уровнем у нас у Дигнитос перерождение утра, перемотка на Мурадине, массовая шапочка для Дехаки, две Дэшки берет себе, конечно же, Ханзо и Седогрифс Мушкетона будет сюда настреливать АОЕ. Полезно, полезно, и сейчас заряжается снова в очередной раз, тем Дигнитос механику заряжает. Кстати, а Даймонд Скин, они, по-моему, ни разу Дракона не взяли за игру. Все три Дракона были у Синей Команды. А у них не было вообще никаких шансов, то есть они изначально проигрывали меня промахнуть с таном, газ. Работа-баз, прятал Ханзо, потерял уже больше половины хп, понял, запрыгнул, получил сальницу от Вольджо, Вольджо на последний пытается убегать, если у него там, по идее, все еще есть, и пошел... Да, ну здесь массовый сальницу отдыхать, и господи! Как же эта шапочка хорошо работает, кроссмик падает, кроссмик падает, вот, все, спасибо, Губи. Нандо в спине там где-то остался, не смог даже ничего сделать, а Ханзо уже был в поконе, а что Нандо? По боту тем временем скопилось и Хард Кэмп, и Изи Кэмп, Катапульты. Сейчас беспрепятственно буду забирать себе Дигнит из Дракона и, скорее всего, заканчивать фору. Крайне тяжелая игра для Даймонд Скин, они, конечно, отважно сражаются, отбиваются, и даже мне понравилось, как, например, задоджил глыбой Малфреон, язык Дехаки, но это, опять же, помогло ему выжить, тем не менее, игру не победило. Снич гонит, просто агрессивно гонит Малфреона, кто-то пытается как-то столбами отстреливаться, но это, скорее всего, уже уйдет врыв на уничтожение Коры до конца, до последнего. Да, нашли еще Малфреона, дали ему 2 стана, побили, но добить не удалось уже, а, ладно, Коры. У меня здесь Драгон Кнайт, 21 уровня, конечно, просто это все подобивает. Поздравим, Каймонд Скин, это первая игра за ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!